Добрый день, друзья! Сегодня мы говорим об очень интересной темах. Мы говорим о российской плетишеской структуре. Давайте начнем. Прежде всего, надо понять, что Российская Федерация является самая большая страна в мире. Из-за этого было сложно управлять страной. Посланницей России являлся Николай II. Он был свергнут из-за большевистской революции. Россия стала коммунистической. Во время президентства Горбачева Советский Союз развалился. Теперь правительство России, как мы его знаем сегодня. Россия определается как смешанная республика, потому что это президентская и парламентская республика. Правительство имеет три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Ветви разделенные и замостоятельные друг друга. Президент возглавляет исполнительную власть. Теперь президент Владимир Путин. Как президент он мощный. У него много власти больше, чем у Думы и Совета Федерации. Из-за этой власти он считает себя самым важным человеком в мире. Но, конечно, кроме Трампа. Цел президента Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации. Но это значит право и свободе человека и граждан. Президент также является главой Совета Безобносции, который может создать политику. Совет отвечает за защиту государства от внутренних и внешних угроз. Законодательная ветвь также состоит из правительства Федеронова. Это возглавляет председателя правительства. Теперь Дмитрий Медведов. Законодательная ветвь состоит из Федеронова забраны, которые совет федерации и Государственная дума. И в этой думе содержится 40-50 человек из всех районов России. Для того, чтобы Россия приняла новое законодательство, Совет Федерации и президенты России должны утвердить законодательство. По этой причине покажет вам, столько силы имеет президента. Правительство отвечает за осуществленные политики, которые создавали из президента и законодательную ветвь. Правительство состоит из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров, так, например, министр обороны и министр иностранных дел. Суды Российской Федерации состоят из Конституционного суда, Верховного суда и Верховного арбитражного суда. Давайте, мы поговорим немножко о выборах. В России есть три разных выборов. Первый – это референдумы, второй – это думские выборы, и третий – это президентские выборы. Может быть, вы хотите стать президентом? Для того, чтобы достичь этого тела, вы должны получить большинство голосов. Российскую Федерацию заставляют 85 республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа. Его иногда называют асимметричным, поскольку разные единицы имеют разные свободы. 22 республики в зеленом Накарте являются этническими единицами и застают из 14% населения. У них больше свободы, и они могут править сами. Некоторые примеры в республике – Чешния и Крым. 55 уровней в светло-коричневом Накарте не являются этническими. Они состоят из 86% населения. Существует 46 областей и 9 края. Три города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Савастополь. Они подобны областям. Четыре автономных округа – в желтом – являются подразделениями областей и в республике. Многие людей живут там. Автономная область в Яфилитовом является еврейским регионом. Это похоже на резервации для индиции в Америке. Однако, большинство евреев живут в лучших городах, и не там. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.